850 звонков поступило за прошедшую неделю в единую диспетчерскую службу города от жителей Сергиева Посада. Большинство звонивших обеспокоены несоответствием данных в квитанциях ЕРКЦ по оплате услуг ЖКХ. Несоответствие данных о проживающих и льготниках в квитанциях об оплате. После проведения сверки в ЕРЦ, в МОСЛРГ-СБ, квитанции приходят с такими же несоответствиями. Не после проведения сверки, а сверка продолжается. Мы получили заверение от уходовства МОСЛРГ-СБ, на неделе открывали на Офиг, кстати, в первую очередь. Нас заедало уходовство МОСЛРГ-СБ, уходовство ЕРКЦ, потому что эту сверку завершат, как я вам удивляю. Жители микрорайона ферма жалуются на свалку мусора и спиленных ветвей деревьев, оставшихся после прошедшего недавно субботника. Глава города дал поручение отделу благоустройства городской администрации разобраться в ситуации. Для чего проводить субботник, если мы не смогли, ну, собственно, в завершающую стадию субботника, это наведение порядка и вырос, порой, что мы собрали. Это беда наше. Когда субботник проводим, а потом полгода этот мусор в пакетах лежит и ветром разносится. Но главной проблемой города Виктор Букин назвал отсутствие горячей воды в некоторых домах Сергеева-Пасадцев. Котельную на рабочем поселке должны были запустить сегодня, однако из-за технического сбоя запуск решено было отложить до 25 сентября. Глава города лично выезжал на котельную и разбирался в причинах произошедшего. В подрядной организации выполнил огромный комплекс работы. Но когда посмотрели, что находится у нас внутри корбонизатора, в ужас пришли. В свое время кто-то 10-15 лет назад придумал метод, не знаю, как разбрызывали через решетки деревянные, которые сегодня разрушились. И все вот это барахлом поступало в трубы котла и забивало эти трубы. То есть тем самым эффективность работы котельной сложилась на нервы. Подготовка города к зиме входит в завершающую самую напряженную стадию, отметил Виктор Букин. Город не должен попасть в красную зону среди отстающих муниципальных образований области. С такими словами обратился он к своим подчиненным. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Татьяна Пронина доложила о 13 случаях укусов клещей за неделю. В связи с открытием грибного сезона жители города стали чаще посещать лес. Между тем укус клеща может стать причиной серьезных заболеваний. Поэтому в лесу необходимо соблюдать меры безопасности. Татьяна Сташенко, Феликс Дорохов. День города.